МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей с вами встрече мы представляли вам презентацию. Рабочее собрание по проекту «Старшее поколение». В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации о мощном уничтожении или порождении имущества. Иномарка в Вязьме сгорела неспроста. Сводка криминальной обстановки в городе. А теперь об этих и других событиях подробнее. Начиная с сегодняшнего дня и ближайшие сутки в регионе возможна вероятность ливневых дождей с градом и грозой. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим сотрудники управления МЧС по Смоленской области обращаются к гражданам. Необходимо воздержаться от нахождения вблизи рекламных конструкций, воздержаться от парковки в опасных местах автомобилей и при возникновении каких-либо нештатных ситуаций обращаться за помощью по телефону 101. На реке Остер недалеко от деревни Коски Рослыйского района проходит межрегиональная учебно-тренировочная поисковая экспедиция. Почему поисковики выбрали именно это место и какие задачи стоят перед бойцами и стажёрами? Смотрите в нашем сюжете. Всего в экспедиции, посвящённой столетию со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Моресьева, принимает участие около 80 человек. Отряды из трёх школ Москвы номер 1955, 760 и 1220 со своими руководителями, а также Десногорский поисковый отряд «Высота». За 20 дней вахты собираются успеть многое. У нас разработана программа подготовки как по туристскому направлению, так и по военной патриотике. Здесь с детьми будем заниматься огневой подготовкой, тактической подготовкой, топографией, ориентированием на местности. Программа разработана достаточно обширная. Эта экспедиция готовилась целый год. Изучали архивные данные, готовили детей теоретически, подбирали снаряжение. Мы поработали с архивом в Москве и теперь приехали сюда, чтобы посмотреть на местности и, возможно, найти останки тех бойцов, которые здесь погибали, защищая город Рославль. И вот поисковики расположились всего в трёх километрах от мест возможных захоронений бойцов Красной армии. В августе 1941 года через переправу, которая под Косками была, проходили четыре дивизии. 145-я, 149-я, 211-я и 104-я танковая. Это были окруженцы разбитой 28-й армии под Рославлем, которую немцы разбили со 2 по 8 августа. Здесь были наши заградотряды, которые держали оборону, и через этот мост выходили наши войска. Естественно, что погибших здесь очень много. Участники экспедиции, даже самые маленькие, мечтают возвратить из небытия имена без вести пропавших защитников Родины. «Моя мечта – это найти медальон. Но, как мы знаем, то, что воздух – это хороший окислитель. Поэтому, чтобы отнести его, прям сразу открывать его не надо. Надо положить его в кусочек земли. Если есть пакетик, то в пакетик. А если его нет, то просто отнести в штаб». На официальном открытии, которое состоялось 2 июля, стажёры прошли посвящение в бойцы и получили нашивки поисковых отрядов и вахты памяти. С этим событием участников экспедиции поздравили начальник пункта полиции Сергей Викторенков, командир поискового отряда «Высота» Александр Торошенко, заместитель главы Десногорска Сергей Тощев. «Самое главное – найти бойцов, которые пропали без вести, и вернуть их своим родным». Надеемся, что обучение молодого пополнения пройдёт хорошо и обязательно будут названы самые главные имена, ради которых поисковики собрались на многострадальной смоленской земле. С 1 июля в области подорожали услуги жилищно-коммунального хозяйства, выросла стоимость отопления, электроэнергии, газа и холодного водоснабжения. В среднем коммуналка за месяц увеличится максимум на 6,7%. Квитанции с повышенными тарифами придут уже в августе. 3 июля в Смоленске отметили 80-летие ГАИ ГИБДД. На торжественном собрании сотрудников дорожной полиции поздравил губернатор области Алексей Островский и вручил ветеранам службы и отличившимся поощрение. Также в этот день автопарк ГИБДД пополнился 33-мя новенькими машинами. Проект «Старшее поколение» продолжает работу. Проведено второе организационно-рабочее собрание. 29 июля на собрание, которое проходило на базе первой школы, организаторы пригласили представителей тех предприятий города, которые ещё не провели встречи молодёжи с ветеранами. Новичкам рассказали о правилах и требованиях проекта, о сроках его реализации. Обсудили плюсы и минусы уже прошедших встреч и наметили дальнейший план работы. Ночью со 2 на 3 июля в Починковском районе прошёл фестиваль «Купавы. Ночь-2016. Легенды древних трав», который посвящён славянскому празднику Ивана Купалы. Все, кто прибыл на мероприятие, смогли принять участие в мастер-классах, в состязаниях по метанию ножей и топоров, в стрельбе из лука, посетить ярмарку с сувенирами и побывать на концерте рок-групп. Смоленские таможенники остановили пять белорусских фур, на которых в Москву везли около 100 тонн яблок, помидоров и клубники. Осмотр показал, что все овощи, фрукты были выращены в Польше, а следовательно, перевозчик нарушил действующее российское законодательство. Товар уничтожен, поскольку является санкционным. В последний день июня в отдел полиции города Вязьма поступило заявление от 33-летнего жителя о возгорании его автомобиля. На место происшествия выехала следственная группа. Благодаря чётко спланированным действиям сотрудников полиции и грамотно проведённым оперативно-розыскным мероприятием в течение нескольких часов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель деревни Полянова Вяземского района, 1987 года рождения. Мужчина был задержан в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции. В ходе допроса подозреваемый рассказал полицейским, что является родственником женщины, которая накануне днём приходила в отдел полиции с заявлением о противоправных действиях в отношении неё со стороны владельца сгоревшего автомобиля. Подозреваемый решил самостоятельно отомстить обидчику своей сестры. Придя к нему домой, он не застал его дома, но заметил припаркованный во дворе автомобиль, поджёг его и скрылся с места преступления. Однако сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или порождение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободного срока до 5 лет. В Дорогобужском районе 1 июля в ДТП с перевёртышем пострадала женщина и 5-летний ребёнок. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Део Матис», превысила скорость и не справилась с управлением, вылетела в кювет. В результате водитель и 5-летний пассажир госпитализированы. О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 138 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них одно сообщение о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 97 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 72, задержаны водители за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения двое, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 18 человек. А сейчас новости спорта. Хоккейный клуб «Славутич» определился с программой подготовки к следующему сезону. Команда, которую снова возглавил Дмитрий Максимов, начнет готовиться к старту чемпионата 18 июля. В предстоящем сезоне «Смоляне» продолжат выступать в первенстве высшей хоккейной лиги, состязания в которой начнутся 17 сентября. В нем примут участие около 10 команд. «Смоляне» примут участие в нескольких предсезонных турнирах и товарищеских матчах. На начало августа запланированы встречи с Тверским ТХК и Брянском, а с 19 по 21 августа в «Смоленске» пройдет традиционный Кубок Кристалла, после чего «Славутич» сыграет на турнирах в Гродно и Тамбове. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин